В Германии раскрыли ни много ни мало заговор ультраправых. В 6 утра 3000 полицейских, сотрудников прокуратуры и бойцов антитеррористических подразделений нагрянули по 130 адресам в 11 из 16 федеральных земель Германии, а также в Австрии и на севере Италии. Задержаны 25 человек, адептов, разнообразных конспирологических теорий, например, канон учения о том, что миром правит секта сатанистов-педофилов. В понедельник 27-летний беженец из Эритрии, без видимых причин, напал с ножом на двух девочек-подростков, одну убил, вторую тяжело ранил. Случилось это в Камуне, Иллер-Кирхберг, на юге Германии, которая и прежде мелькала в полицейских сводках, по похожему поводу, три года назад четверо мигрантов из Афганистана и Ирака изнасиловали там 14-летнюю девочку. Один из них, дважды судимый афганец, уже вышел на свободу, но отправить его на родину к талибам немецкие законы не позволяют. Впрочем, этот либерализм в отношении убийц и насильников детей компенсируется непримиримостью к врагам демократии. Согласно нашим сведениям, организация поставила перед собой цель ликвидировать существующий в Германии государственный строй, свободный демократический строй и применение силы и военных средств в Германии. Это включает в себя применение насилия и военных средств против государственных учреждений, заявил Петер Франк, генеральный прокурор Германии. В среду в Германии раскрыли ни много ни мало заговор ультраправых. В шесть утра три тысячи полицейских, сотрудников прокуратуры и бойцов антитеррористических подразделений нагрянули по 130 адресам в 11 из 16 федеральных земель Германии, а также в Австрии и на севере Италии. Задержаны 25 человек, адептов, разнообразных конспирологических теорий, например, канон учения о том, что миром правит секта сатанистов-педофилов. Костяк подпольной организации, как утверждает следствие, составляли так называемые рюхсбюргеры, общественное течение, оформившееся еще до объединения Германии, которое сейчас насчитывает примерно 21 тысячу последователей. Эти люди не признают современное немецкое государство и пытаются жить по законам Кайзеровского рейха, просуществовавшего с начала 70-х годов XIX века до Ноябрьской революции 1918 года. Звучит максимально дико, но власти подозревают, что рюхсбюргерство умудрилось пустить корни даже внутри управленческого аппарата, легитимность которого само и отрицает. Расследование позволяет заглянуть в бездну террористической угрозы из среды рюхсбюргеров. В самой этой организации были два звена Центральный Совет и военное звено, и это показывает опасность этой предполагаемой террористической организации. Мы будем оценивать в ближайшие несколько дней и посмотрим, насколько далеко в какие структуры это заходит, отмечает Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии. Идеологом рюхсбюргеров и, соответственно, лидером заговора считается 71-летний князь из Тюрингии Генрих XIII Рюйс, чьи предки, собственно, в 1871 году вошли в число учредителей Второго рейха. В свободное от антигосударственной деятельности время князь занимается недвижимостью и производством шампанского, владеет гольф-клубом и любит гонять на спортивных автомобилях. Арестовали Генриха в собственном доме во Франкфурте на Майне, но гнездом заговорщиков был определен его охотничий замок в Тюрингии. Благородная фамилия Рюйс, по-немецки она звучит как Ройс, известна в Германии с начала XIV века. Когда родоначальник династии Генрих I, потом все мужчины в семье будут Генрихами, взял в жены внучку великого князя Киевского Даниила Галицкого. Но вот что киевский, что галицкий, а для немцев все одно рус, русский. Так и пошли по немецкой истории князья, которым прилепилось и стало фамилией, прозвище, восточных славян. Сейчас Генриха в целых 30 человек, каждое столетие их счет начнется заново. После ареста XIII, нынешний глава рода, Генрих XIV, так уж вышло, дистанцировался от родственника, назвал его запутавшимся стариком, который давным-давно не имеет ничего общего с семьей. Но это, как посмотреть, тяга к русским женщинам, явно роднит его с отцом, основателем дома Рейсов. Вместе с князем задержана его гражданская жена, она русская. Группа не очень преуспела в своих внешнеполитических амбициях. Попытка получить от России благословение на проведение государственного переворота провалилась. Генрих и его подруга Виталия Б. из Калининграда, как сообщается, обращались в Генеральное консульство России в Лейпциге, но, по данным Федеральной прокуратуры, нет никаких признаков того, что русские положительно отреагировали на их намерения, пишет Шпигль. В принципе, на этом разговор о руке Москвы, который начался сразу после известия об арестах и обысках, можно было бы и свернуть, но нет, как это, русские, и ни при чем. У России есть большая заинтересованность в крайне правых в Европе, в их потенциале дестабилизации, потому что, конечно, интересы России и интересы рейхсбюргеров совпадают, говорит Мартина Рёнер, депутат от партии левых. Мысль не первой свежести.